Восьмому детскому саду три года, но за это время он уже стал одним из лучших в области. Так что показать гостям есть что. Строили уже по новым стандартам. На детских площадках прорезиненная крошка, безопасные горки и качели. Внутри тоже все современное. Пищеблок, большую площадь имеет. Здесь у нас идет кладовая сыпучих. Наверное, у вас такие же требования. Требования ко всем садам России одинаковые, а вот возможности разные. Потому воспитатели из Тамбова, Петербурга, Краснодарского края не только внимательно слушают, но и все фотографируют. Особенно удивил гостей бассейн. Даже в садах нового формата не всегда встретишь подобный. А после водных процедур ребята погреются в парилке и попьют горячего чая, рассказывает заведующая сада Елена Каранкевич. Здесь все было продумано еще на этапе строительства. Причем руководитель принимал в нем непосредственное участие. При строительстве попросила, чтобы обязательно сделали окна. Кто будет строить сад? Очень удобно. Во время экскурсии масса вопросов. Воспитатели интересуются, по каким образовательным программам риотовских детей готовят к школе. И какие дополнительные занятия проводят в детском саду. Хотелось бы, чтобы у нас тоже в Карачаево-Черкесии были вот такие вот, ну, хорошие условия для детей. Сегодня я в таком, как вам сказать, в легком шокирующем состоянии, да, от того, что вот такие условия хорошие для наших деток. Такие же хорошие условия демонстрируют детские сады еще в семи муниципалитетах Московской области. На четвертый съезд приехали больше тысячи педагогов из 73 регионов страны. Воспитатели, заведующие детскими садами, уверены, такой обмен опытом нужно проводить как минимум раз в год. Обмен опытом, он необходим. И всероссийского масштаба особенно, поскольку встреча с коллегами, мы обнялись опытами и материально-техническое, и финансирование, медицинское обслуживание, охранных организаций. Поэтому подобные фестивали, конечно, необходимы. Введение федеральных стандартов, адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями по здоровью, кадровые проблемы. Все это обсудили в ходе форума. Сейчас главная задача – начать все это реализовывать.